Слепой пес опустил морду от горя, его привязали веревкой на последнем этаже дома, а рядом бросили сумку. Светлана просто бродила по просторам интернета, когда наткнулась на видео, которое ее поразило. Только представьте, в одной из многоэтажек на самом последнем этаже сидел рыжий пес, породы Чао-Чао. Он был привязан веревкой, чтобы не смог уйти. Рядом с питомцем стояла сумка с различными мисками, а сам пес опустил морду, понимая, что его предали. Позже выяснилось, что бедняга был еще слепым и глухим. Откуда он взялся в том доме и сколько времени провел привязанной веревкой, никто не знает. К счастью, нерадушные люди увидели пса и связались с волонтерами. Так Чао-Чао попал на передержку. А зачем ему сделали операцию на глазах и ушах? Когда питомца выписали из больницы, волонтеры вновь стали искать для него хозяина, который сможет полюбить особенного питомца. Узнав историю животного, Света поняла, что именно она заберет его домой. Так и случилось. Теперь питомца зовут Макс. И девушка говорит, что никогда в жизни не видела более нежного и робкого пса. Конечно, в первое время малыш находился в состоянии стресса. Ни на что не реагировал. Но со временем Макс привык к любви и ласке и сумел проявить свой дружелюбный нрав. Пес так и остался слепым, зато слух частично вернулся. Сверху полностью пришел в себя, вновь открылся миру и научился верить людям. В любящей семье он расцвел, превратившись в сильного здорового пса. Светлана до сих пор радуется, что однажды ей посчастливилось посмотреть видео о Максе. Обычный случай сделала счастливым девушку и пса. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Узнаю очень много интересного.